538 день войны и свежая сводка с Русланом Левиевым. Я, как видите, немножко в измененных декорациях, но это ненадолго, примерно на одну рабочую неделю. В сводке же мы обсуждаем новые обстрелы. Россия обстреляла Украину. Что произошло, куда попали? Обо всем этом в сегодняшней сводке. ВСУ продолжают продвижение и в том числе дошли до середины, до центра Работина, довольно известного, ставшего известным уже населенного пункта, где идут довольно ожесточенные бои. Военкор Сладков хотел рассказать, как хорошо учат в российской армии и как плохо учат украинцев британцы, но к нему пришел российский мобилизованный, который рассказал, что все его слова абсолютно и вымысел, и что на самом деле российских мобилизованных никто и ничему не учит. Об этом и многом другом в сегодняшней сводке, которую вы можете поддержать лайком, комментарием, подпиской на канал, можете поддержать финансовый канал на сервисе Patreon, ссылка в описании, ну или с помощью суперспасибо, кнопка с долларом в сердечке, прямо под видео. Ну а вот наш разговор с Русланом Левиевым. Ну, этой ночью был очередной массированный обстрел крылатыми ракетами по Украине. Всю ночь была объявлена воздушная тревога в разных западных областях Украины. Сейчас есть свежие данные противовоздушной обороны Украины. Они говорят, что было всего опущено по территории Украины 28 крылатых ракет различного типа, из них 16 было сбито. Есть первые данные о разрушениях и пострадавших. В частности, например, мэр Львова, он говорит, что часть ракет, они попали в жилые дома, есть возгорания, пожары, 4 человека пострадали. Также часть ракет прилетела в Волынскую область. Там есть попадание по городу Луцк. И сообщают, на данный момент известно, о трех погибших и трех раненых в результате попадания двух ракет российских в промышленное предприятие. Об этом сообщают местные власти. Про другие попадания, разрушения пока что информация собирается, поэтому уже будет обновленная информация скорее в завтрашней сводке. Возвращаясь во вчерашний день, вчерашние обстрелы, во-первых, есть обновленные данные по Одессе, когда я по горячим следам показывал, что были прилеты по Одессе, но там возник большой пожар, непонятно было, перехватили ракеты или нет. Сейчас известно, что ракеты, которые были пущены по Одессе, они были перехвачены. И вообще вчера было 15 шахедов, борожащих боеприпасов и 8 калибров. Меньше, чем этой ночью. В этой ночи 28 крал этих ракет, то есть прям сильно больше. Тем не менее, несмотря на то, что, как заявляют силы ПВО Украины, все ракеты, все шахеды вчера были перехвачены, обломки упали на общежитие и гипермаркет в ОЗЕ. И как раз таки трое сотрудников гипермаркета пострадали. И в результате этих разрушений сейчас уже принято решение, что гипермаркет в ОЗЕ, его невозможно восстановить, и теперь он больше работать никогда не будет. Такая вот есть публикация на сайте этой компании. Также еще вчера были другие обстрелы. По Запорожской области есть попадания по жилым насилам в селе Степное. Есть вот такие вот фотографии. И там в результате этих попаданий есть двое погибших. 77-летний мужчина и 70-летняя женщина. Я бы сказал так, что судя по воронке, попадание чем-то мощным. Может быть, какая-то авиабомба очередная ФАП. Может, какой-то большой крупнокалиберный снаряд артиллерии. И еще одна женщина 64-х лет. Она была доставлена в больницу с ранениями. Переходя к ситуации по части Ледней фронта, наступление украинское продолжается, и оно все больше и больше появляется новых успехов. Если вчера я говорил про населенный пункт Урожайное, который, судя по всему, освободили. Официальных подтверждений, что полностью урожайное освобождено не было, мы этого не видели, с украинской стороны, было только в формате слов, что достигли определенного успеха в районе наследственного пункта Урожайного. Это было в сводке Генштаба ВСУ. Так вот, а сегодня пришла новость о том, что украинские силы вошли в северную часть Рабочина. Так, я, наверное, начну все-таки с карты, а потом покажу фотографию, кадр. Так, секунду. У меня дипстит, тут закроется. Вот карта. Сейчас перейдем к Рабочино, где мы находимся. Ой, я куда-то в Европу улетел. Так, вот у нас Украина, Рабочино. Приближаемся. Это, по сути, Ореховское направление. Вот Орехово, Рабочино. И вот в северную часть Рабочина уже вошли, как сообщается, в том числе из пророссийских источников. Более того, какая-то из групп украинских, там, не знаю, спецназ или разведка, они смогли дойти даже до самого центра Рабочина. И мы это знаем потому, что есть видеокадры геолоцированные. Вот эти кадры геолоцированы в центре Рабочино. Конкретно вот дом, который здесь горит, он с красной крышей. Просто здесь на конкретном стоп-кадре это плохо видно. Но тем не менее, там на видео это заветно. И этот дом геолоцирован, это прямо центр Рабочино. Вот, отметка, собственно. И пророссийский телеграм-канал пишет, что вот одна из украинских групп, она смогла продвинуться до самого центра Рабочино. И поэтому на этой видеозаписи, которую я вам только что показывал, стоп-кадр, там мы видим удар именно российской артиллерии по украинским военным, которые находятся в центре Рабочино. Так что там продвижение тоже есть. Ну и понятное дело, что ситуация такая очень подвижная. То есть пока что вот продвижение есть, но как и с урожайным, наверняка будут там контратаки российских сил. Так что ситуация может опять измениться в обратную сторону, а потом снова в эту сторону. Так что пока вот такая вот ситуация предварительная. Но есть, как видите, продвижение, тем не менее, успехи некоторые есть. При этом российская сторона тоже предпринимает свои контратаки. В частности, было замечено, что в направлении Бахмут, сейчас опять же открою карту, так, перемещаемся на линию, где Бахмутское направление. Вот у нас Бахмут. И южнее его, та самая линия, где есть, опять же, тоже успешное продвижение украинских сил, это линия Клещеевка, Андреевка, Кордюмовка. Вот говоря конкретно про Андреевку, вот это вот здесь, есть, вчера появилась видеозапись такой массированной атаки российских сил, неудавшейся. Но, тем не менее, во-первых, что мы здесь на видеозаписи видим? Мы здесь видим, это уже последствия, это не 26, а катор-атаки российских сил, то есть вся колонна была разговорлена. Там мы видим три танка Т-90М, прорыв, и несколько боевых машин пехоты БМП-3. Вот, и вот, как раз, это все это около Андреевки. И вот эти, скажем так, номенклатуры, назовем это так, этого вооружения, которое там было разгромлено, то есть танки Т-90М, БМП-3, это нечто необычное для этого участка фронта. Из этого многие, в том числе мы, делаем вывод, что, скорее всего, это уже какие-то резервные силы пошли, которые атаковать украинские позиции на бахмутском направлении, конкретно к югу от Бахмута, в районе населенного пункта Андреевки. Но, как видите, к счастью, пока что безуспешно. Ну, а почему нетипично? То есть, расскажи, пожалуйста. Ну, до этого мы видели другую технику, то есть, не вот эти новейшие танки Т-90М, конкретно вот направление Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка, а не конкретно там БМП-3, а вот другую технику. А здесь вот прям мы увидели сразу несколько, в одной колонии, одновременно и целых три танка Т-90М, прорыв, ну, то есть, новейшие российские танки, и еще БМП-3, который тоже является, ну, самой свежей модификацией, несконятно БМП российских. И это было новенькое для нас. Так что, из-за этого мы делаем, то есть, обычно же как, не бывает, как правило, такого, что, не знаю, допустим, есть четвертая контрмеровская дивизия, которая, у которой всегда на вооружении стояли танки Т-80У, будет неожиданно встретить, что они там воют, не знаю, на танках, те же Т-90М, например, да, или какими-то там, не знаю, на других. И поэтому мы, когда мы в прошлом году танки Т-80У, мы сразу понимали, что у этой четверка контимера вот снова засветилась. То есть, как правило, подразделения всегда воюют на той же номенклатуре техники, которая стояла на вооружении. Ну, по понятным причинам, потому что, если вы меняете одни танки на другие, на другую модель, то нужно будет доучивать, переучивать мехводов, там, экипаж, возможно, тоже. Поэтому, раз поменялась номенклатура техники на этом направлении, то, скорее всего, это уже другое подразделение. Вот, и поэтому мы отсюда и делаем вывод, что это какие-то уже резервы. Плюс украинские силы вчера заявили, что здесь же, ну, не конкретно под Андреевкой, а в целом на Бахмутском направлении, как они заявляют, они сбили вертолет неустановленного типа, они еще не говорили, какой-то, как это, это К-52 или какой-то другой. Но при этом по российский телеграм-канал Helicopter Pilot который близок российской военной авиации, он говорит, что, типа, ничего подобного, все экипажи вернулись на места, ну, то есть на базу, и никаких вертолетов потерянных не были. Но последним может быть появится какие-то некрологии или какие-то просто подробности, потому что мы не раз видели, что бывает, что вертолеты поражают из какой-нибудь ПЗРК, например, но удается вернуться на базу, и просто потом вертолет оказывается поврежденным. Такой вариант тоже возможен. Так что последним за этим еще. По еще авиабомбам, есть некоторые видеозаписи, про российский телеграм-канал вчера опубликовали очередное видео, записанное с российского бомбардировщика Су-34, и вот по той территории, тому ландшафту, местности, которая видна в кадре, это геоцировали в районе населенного пункта Каланчак, это юг Херсонской области. Ну и собственно здесь мы видим, как сбрасывают авиабомбы ФАП с комплексом УМПК, универсальным моделем планирования и коррекции авиабомб. Вот они две. Один уже распустил крылья, второй только в процессе. И вот он дальше там уже, уже второе тоже распустил крылья, и вот они летают там вдаль. И известно, что конкретно эти УМПК улетели в сторону украинских позиций на районе населенного пункта казачьи лагеря. Если мы замерим расстояние от места, где были сброшены эти планирующие авиабомбы, то есть примерно в районе Каланчак населенного пункта, до позиции, куда эти бомбы пролетели казачьи лагеря, получается очень внушительное расстояние примерно в 50 километров. Так что возможно это связано с тем, что они, ну российские силы пытаются как-то доработать, модернизировать вот эти свои УМПК-тки, российские аналоги Джей Дама, потому что напомню, буквально там пару недель назад я вам показывал, что мы заметили, что у них появилось еще вертикальное оперение на хвосте у этих авиабомб, что было для настройки необычно. Ну вот так что вот такая дальность уже, как видите, есть и она в каком-то смысле подтверждена. И еще говоря про авиабомбы, вчера я говорил про краски урожайные и то, что про это писали многие пророссийские телеграм-каналы, всякие военкоры, что из урожайного ушли, там даже Вейн подтверждал, а украинская сторона говорила про это осторожно, что есть некоторый успех, но они говорили конкретно, что типа все освободили. Тем не менее, вчера же мы публиковали видеозапись, где российские силы сбрасывают авиабомбы как раз таки по урожайному, вот, а из чего мы делаем вывод, что раз туда сбрасывают авиабомбы по именно урожайному, то явно действительно село находится под контролем украинских сил, потому что иначе зачем сбрасывать прям по южным окраинам урожайного. поэтому для меня это такое дополнительное подтверждение, что да, урожайное действительно освобождено. Да и потом, эта новость про это была еще и в очередном докладе начальника пресс-центра группировки войск «Восток», конкретно генерала Олега Чехова, он сказал, что эта группировка войск при поддержке артиллерии авиации якобы уничтожила три опорных пункта и склад с боеприпасами ВСУ в районе населенного пункта Урожайное. Так что вот, мне кажется, здесь уже прям полно подтверждений, что сейчас Урожайное, оно находится под контролем украинских сил, освобождено. Интересная тема, касающаяся военкоров, еще была вчера Сладков, он как такой известный пропагандист и он постоянно занимает позицию близкую к риторике пропаганду Минобороны России, то есть если бы сравнить таких военкоров, те, которые ближе к Олегу Стрелкову, которые постоянно нодят, что вот это плохо, здесь плохо, здесь врут, или сравнить с военкорами, которые ближе, которые повторяют федеральную пропаганду, то Сладков скорее вот второе, потому что он часто вот повторяет именно вот эту пропаганду и крайне редко говорит о проблемах на линии фронта вот так, чтобы прям в таких красках, как некоторые другие, как там тот же 13-й. Так вот, он обратил внимание на различные кадры обучения украинских военных в Великобритании, на которые я обращал внимание последние несколько сводок и говорит, что судя по кадрам этих украинских военных обучает только наступательным операциям, что их не учат обороне. Ну и как бы подчеркиваю, что это типа такой вот минус в подготовке украинских военных. Но оборонялись они сами неплохо, честно говоря. Ну да, вообще-то долгое время сколько вот они сдерживали наступление российских сил, так что в этом они уже понатрели. Да, да, да. И при этом это противопоставило российскому обучению, говоря, что вот в российской армии, ну и вообще сейчас, конкретно в ходе этой войны, в армии готовят там всем видам боевых действий. И наступлению, и об обороне, и встречным боям, и действиям в городе, и действиям в поле. Короче, вот прям все как по учебнику, все правильно, ну, с необходимым сроком обучения, как и должно быть. Я публиковал такой пост. Ну и, конечно же, тут же нашелся мобилизованный, который написал ему, сказал, что типа это чушь полнейшая. Вот его мобилизовали 11 месяцев назад, видимо, он один из первых мобилизованных в конце сентября. И говорит, что типа никакого обучения не было вообще. Ну, Сладков этот пост тоже опубликовал, сказал, что типа сообщил кому надо, чтобы разобрались с проблемами в таком-то полку. Типа, как так получилось, что у них нет обучения. Вообще, это все мне напоминает историю, которая произошла еще с известным другим пропагандистом Дмитрием Пычковым, которому написала мать одного из мобилизованных, пытаясь пожаловаться на то, что типа да, гоблин, да. Ему в личку написала ВКонтакте мать одного из мобилизованных, говорит, что типа вот, такие-то проблемы, что они безвылазно сидят там на фронте уже много месяцев, без отдыха, почему их не отпускают домой отдохнуть. Вот. И Пычков ей начал отвечать там трехэтажным матом и вообще говорят, что типа что за скоординированная атака такая вот с такими вот сообщениями, почему их так много, явно вами кто-то руководит. Ну-ка признавайтесь, кто вами руководит. Ну, мать, конечно, типа вообще удивился, чего, кого руководить, тут реально проблема, типа, вот наши мобилизованные, они без отдыха воюют, погибают, типа, а вы мне как-то приедете там руководство про какие-то провокации говорите. Ну, вот таки он просто ее там забанил. Так что, вот тоже очередной пример такого блогера, который просто повторяет федеральную пропаганду, что как будто бы нет никаких проблем в российской армии. Что, на самом деле, конечно же, не так. Много в этих дни говорили про условное присутствие каких-то сил, ну, представителей Вагнера, представителей Вагнера, например, в той же Польше. Напомню, история начиналась еще с тех фейковых видео, не видео, а фотографий, где якобы Вагнер стоит около пограничного столбика Польши, что-то оказалось, что это вообще не Вагнер, это просто фейковая фотография, а фотошопленная. Потом вот на днях появились вот такие фотографии, где мы видим наклейки с символикой группировки Вагнера, с надписью «Мы здесь», и они были расклеены там в Кракове, в Варшаве. Так вот, в Польше сообщили, что отследили двух россиян, которые эти наклейки клеили, предъявили им обвинение в шпионаже, и сейчас они, я так и понял, что в условном СИЗО, то есть они арестованы. Что с ними дальше будет, не знаю, может быть, их вышлют просто в Россию и запретят въезд в Евросоюз, может, реально прям какие-то уголовные обвинения предъявят и посадят, но, конечно, это хорошо, что вот даже вот с такой вот пропагандой, то есть как бы меньших масштабов эффективно борются, то есть тратят на это силы, отслеживают тех, кто пытается вот это, типа запугать местное население и отслеживают и наказывают, так что это, конечно же, тоже очень хорошо. И в целом об этом писал глава МВД Польши Мариуш Каминский в своем твиттере. На прошлой неделе я вам рассказывал про ситуацию, о том, как начинают объявлять пакеты военной помощи на те самые сэкономленные миллионы долларов, которые выявились в ходе более корректного подсчета, который Америка оказала в Украине. Конкретно я говорил про пакет на 200 миллионов долларов, но тогда, на самом деле, это было, оказывается, только не то чтобы слухи, а такие предварительные, ну, то есть сообщения с ссылкой на источники, что вот-вот США объявят об этом пакете военной помощи на 200 миллионов долларов. И вот теперь уже прямо официально этот пакет объявили. Теперь это уже не слухи, не просто там сообщения от каких-то источников анонимных, а реально так оно и объявлено. Ну, я, в принципе, детали его уже называл, что там ракеты для комплекса Патриот, реактивные снаряды для Хаймерсов, различные снаряды для артиллерии, калибры 155 миллиметров, 105 миллиметров, 120 миллиметров, инженерные боеприпасы для разминирования. Из интересного мы заметили 58 автоцистерн для перевозки воды. Казалось бы, уже конец лета, и только сейчас внезапно почему-то об этом подумали. Ну, и разная стрелковка, запасные части, оборудование необходимое для обслуживания техники. И этот пакет будет выделяться по именно президентской инициативе, то есть не по инициативе содействия украинской безопасности, а именно по президентскому указу. А это означает, что помощь прибудет в скором времени. То есть не нужно ждать, пока там на заводе произойдут все это оборудование и только потом предоставят. И еще по технике есть новость из Германии. Министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью Форбс сказал, что Германия планирует ежегодно поддерживать Украину в размере 5 миллиардов евро сроком до 2027 года. Но это еще предстоит утвердить, но пока что планы предварительные они такие. Здесь сложно говорить, когда все говорит в суммах долларов, ну, цифра звучит красиво, конечно, да, согласен. Мне было бы здесь легче понять, если бы назывались типа конкретно в объеме боеприпасов, в объеме сарядов для артиллерии, в объеме там количества танков, которые собираются поставить. Вот тогда было бы легче сказать, типа, насколько это значительная военная помощь. Но для примера, с начала полномасштабного вторжения России, то есть с 24 февраля прошлого года, Германия предоставила Украине военную помощь на сумму 22 миллиарда евро. То есть 22 миллиарда против 5 миллиардов. Ну, 22 миллиарда это за полтора года, а 5 миллиардов евро это ежегодно. Но опять же, это еще решение не утверждено. Плюс, наверное, это такая просто как бы стартовая сумма, как я понимаю. То есть условно предварительно рассчитывают на 5 миллиардов евро, а там вот как пойдет. Может быть, еще что-то добавит. И в какой-то конкретный год будет, допустим, не 5 миллиардов, а 15 миллиардов. Такое тоже возможно. Но, по крайней мере, важно, что говорят именно о долгосрочной поддержке, то есть до 2027 года, то есть еще как минимум на 4 года вперед. И это хорошо, потому что, как видите, война все больше и больше затягивается. Но, как видите, в связи с этим некоторые продвижения украинских сил на фронте, они есть. А в целом новостей у нас, как видите, не так много. И это были в принципе все новости на данный момент. Скажи, пожалуйста, по вот этим продвижениям в целом мы видим какую-то активизацию, причем сразу на нескольких направлениях. С чем ты связываешь эту активизацию и какой ты видишь для нее благоприятный сценарий и неблагоприятный сценарий? Вот буквально на выходных тот же Дефмон, он писал, что сейчас так или иначе в этом украинском наступлении участвуют все бригады, которые были подготовлены для украинского наступления. Все 13. Конкретно, напомню, что 9 бригад украинских сил были сформированы и подготовлены на Западе. Еще остальные, получается, сколько там, 3-4 бригады, они подготовлены были в Украине. То есть, из этого получается 13 бригад. Когда Дефмон говорит, что они все так или иначе уже участвуют, это не значит, что все-все-все силы сейчас пошли в бой и это пиковый момент, сколько может максимум выложиться Украина. Нет, это может быть условно даже ротация. То есть, допустим, в июне в боях участвовали такие-то бригады, сейчас они отошли в тыл, допустим, вместо них пошли уже другие бригады продолжать наступление, то есть, свежие силы. Это может быть и таким образом. Плюс, это могут быть просто отдельные подразделения комикадных бригад, потому что он вот эти данные отследил по, например, по видеозаписям, где там такая-то бригада публикует, как их бесплотники работают, дроны комикадзе работают по российским силам, и он это записывал в факт участия этой бригады в этом наступлении. Но это же не значит, что вся бригада участвует в этом наступлении. Там могло быть отдельное подразделение преданное конкретному направлению. Поэтому, наверное, мне кажется, именно с этим связано, что вот пошло вот такое очередное продвижение, то, что пошли свежие силы. При этом у российской стороны пока что, как видите, свежие силы, видимо, это они, мы увидели пока что только направление на Андреевке, это под, ну, южнее Бахмута, и то, как видите, это особо пока что не помогает, к счастью, не помогает им. А там, вот где наступают украинские силы, то есть около Работина, около Старомайорского урожайного, там вроде бы никакой замены сил мы не видели. И наоборот, напомню, что вот вчера я вам рассказывал в сводке, как идет вот этот на выходных был срач, типа, кто же виноват в том, что украинцы там продвигаются, какая конкретное подразделение накосячила и не смогла удержать линию фронта ни около Работина, там, восточной, в том числе, около Вербового, ни около Старомайорского урожайного. Мне кажется, вот это в первую очередь именно связано именно с этим, что свежие силы пошли в бой, и поэтому пошло некоторое продвижение украинских сил. Посмотрим, как пойдет еще дальше. Пожалуйста, а с российской стороны как раз, с чем связано отсутствие каких-то свежих сил, которые можно запустить, и вообще, как это выглядит для тебя, когда ты смотришь и анализируешь российские действия на этих направлениях, которые сейчас задействованы в войне? Ну, наши, скажем так, назовем так, департамент наш отдельный, я бы ее назвал вот так, который занимается мобилизационными сводками, то есть это прям отдельная группа волонтеров, кстати, огромное им спасибо за такую важную работу, и отдельный наш редактор, который этим занимается, они каждый день отслеживают, сколько людей, новых контрактников отправил тот или иной регион, потому что некоторые регионы периодически отчитываются, что типа вот направили такую-то группу войны. Каждый раз это там очень маленькие числа, там типа 10-15 человек, условно, и даже все спульсовать и представить, что, наверное, некоторые там цифры мы не видим, что, ну, если в какой-то регион не отчитывается, все равно, по нашим прикидкам, это максимум хватает просто для восполнения потери. А, соответственно, чтобы вам пустить свежие силы в бой, вам эти свежие силы нужно сформировать. А откуда их сформировать? Потому что те вот 230, по-моему, ты что называл этот Медведев, или сколько там, какую цифру называл, вот эти 230 тысяч новых контрактников, они фантомные какие-то, это какие-то мертвые души. Они где-то есть в голове только у Медведева, вот, у Дмитрия Медведева, а по факту мы их не видим. Поэтому и некем заменять. Поэтому мы можем только восполнять потери. Вот, и поэтому получается, что как бы некем менять, и поэтому люди там на фронте устают. Потому что я же еще в прошлом году говорил, что, типа, если какое-то подразделение воюет без перерыва, условно, типа, там, месяц, оно уже становится небоеспособным, потому что банально из-за усталости. Такое подразделение нужно выводить с линии фронта в толы, давать ему передышку, вместо них посылать другое и проводить такую постоянную ротацию. Если вы так делать и не будете, то даже если они там не погибают и не получают ранения, они будут все хуже, 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 хуже воевать, хуже обороняться. Это банально из-за усталости даже, даже вот в таком вот формате. А уж учитывая все проблемы со снабжением, которые есть у российской армии, это еще больше усугубляется ситуация для российских сил. Поэтому, да, у российской армии пока что, как мы видим, все в этом плане довольно-таки плохо. Ну и потом, поскольку Медведев и многие другие рапортуют, что мы там направляем чуть ли не миллионы новых этих контрактников, то, опять же, как объявлять тогда вторую волну мобилизации? Если вы говорите, что вы набрали там 230 тысяч человек контрактников, добровольцев именно, то будет странно, если вы объявите, что, блин, у нас людей не хватает, нужна вторая волна. Как так не хватает, если вы говорили 230 тысяч вы набрали? Ну вот, сами загонять себя в такое положение, ну, чему мы только рады, конечно. Пожалуйста, ты говоришь про снабжение, про проблемы со снабжением, а что с этим у России сейчас? То есть удалось ли решить проблемы со снарядами, этот самый, или Сладков, Сладков называют, да, или там снарядный гол как классический, что с техникой, появляются ли там новые образцы техники, достаточно ли ее, что с артиллерией, опять же, не в целом, что там по абсолютному факту, но вот по впечатлению от того, что вы видите, наблюдая за боями и столкновениями. Ну, пока что, если говорить выражение про те, которые летают, скажем так, то есть боржирующие боеприпасы, шахеды те же самые, или они же герани, и крылатые ракеты, искандеры, авиабомбы, то пока что темп сохраняется, насколько я вижу, то есть он, то в один день, я не бывает, там, не знаю, 10 шахедов запустят и ни одной крылатой ракеты, а в другой день запускают там под 20 крылатых ракет, как это вот было вот этой ночью. Третий день – тишина. Четвертый день – снова там шахеды, там, пятый день – снова там крылатые ракеты. Условно вот, довольно-таки долго. И, судя по тому, что и говорят представители воздушных сил армии Украины, тот же Юрий Игнат, что российская армия производит, судя по всему, примерно 100 ракет в месяц, еще плюс неизвестное количество этих шахедов тоже. Видимо, в этом плане у России плюс-минус налажено производство боеприпасов для того, чтобы сохранить этот темп еще довольно-таки долго. Именно вот в контексте того, что летает, то есть воздушных атак. А в контексте именно артиллерии, что более важно для ведения войны, там, судя по всему, все по-прежнему пока что так сложновато. То есть обстрелы идут, но я даже вижу вот по сообщениям Анны Малер, замминистра обороны Украины, которая каждый день выпускает эти сводки свои, генштабы ВСУ имею в виду. Вот она, по-моему, во вчерашней сводке говорилось, что, например, на Бахмутском направлении, если я не ошибаюсь, стали стрелять чуть меньше противника. Ну, видимо, мне кажется, что в Токарске тоже проявляется проблема со снабжением, проблема с нехваткой снарядов. Помимо того, что сама промышленность не успевает восстанавливать те снаряды, которые находятся на Бум-Лоб-резервах, не успевает производить новые в том плане, что, типа, не успевает за темпом войны. Плюс, мы же помним, что Украина пытается изолировать театр военных действий, которые по Чангарскому мосту, по Генническому мосту. И это тоже имеет некоторый эффект. Пускай там мост не полностью прям уничтожен, там никакие пролеты не рухнули и пристановили еще и понтонную переправу, все равно это увеличивает время доставки снарядов от тыловых баз, условно, где-нибудь в Крыму, до линии фронта, что тем самым влияет и на темп стрельбы. Судя по всему, он постепенно так немного идет на спад. Не говорю, что он в какой-то момент совсем исчезнет, но вроде как, судя по тому, что мы видим по этим всем сообщениям, он сейчас стал меньше, чем, допустим, было зимой, условно говоря. Проблемы вот эти сохраняются. И, как мы видим, Россия отчаянно пытается найти, где еще добыть различные боеприпасы. Мы видели поездку в Северную Корею в Сергею Шойгу, мы видели минометы и снаряды из Мьянмы. Вот, посмотрим, как они будут эту проблему решать. Плюс мы помним те самые ирано-китайские артиллерийские снаряды, про которые я вам рассказывал, что вот коробки, целые ящики, вот эти, они с маркировкой иранской, а снаряд конкретный у него прямо с маркировкой китайской. Ну, на самом деле, просто это и китайский снаряд, который был когда-то продан в Иран и уже потом попал в Россию. Вот, так что вот еще направление того, что есть нехватка снарядов у российской армии. Спасибо тебе большое и увидимся тогда уже завтра. Я думаю, подробнее обсудим и обстрелы, которые произошли, вот пока мы, собственно, там записывали сводку, точнее, чуть раньше и многое другое. Спасибо тебе большое, всего доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok